Доброго дня, уважаемые коллеги, с вами консультант решения Верной РФ Сергей Маслёхин. Сегодня я расскажу о таком объекте инфраструктуры, как научно-производственный центр или научно-технический центр МПЦ-НТЦ беспилотных авиационных систем. И, собственно говоря, вы узнаете, чем эта структура, МПЦ-БАС в аббревиатуре, отличается, скажем так, от набора кружков авиамодельного, аэродинамического, электроники, работотехники, там, я не знаю, какого-нибудь Ардуина или что-нибудь в этом роде, а также, допустим, там, прототипирование, аддитивки, 3D-технологии, все это вместе, да. То есть, если мы говорим про аккредитованную вот эту самую структуру, которую государство предъявляет определенные требования, да, потому что оно выдает деньги. По-другому скажу, если вы хотите получить денежные средства на создание такого научно-производственного центра БАС беспилотников, да, вот, то, соответственно, надо пройти аккредитацию и соответствовать определенным требованиям. Вот об этих требованиях мы сегодня с вами и поговорим, да. Так, значит, как известно, регламентирующий документ у нас с вами пока один, это приказ Минпромторга 2201. Легко найти его в справочной системе, да. Согласно этому требованию, научно-производственный центр – это некая технологическая инфраструктура, да. Еще регулируется законом о промышленной политике. Цель его, чтобы в стенах этого самого НПЦ БАС разрабатывались, испытывались, сертифицировались, серийно производились и выводились на рынок беспилотной авиационной системы. Вот и все, да. Значит, цель его основное создание. Соответственно, эта структура должна быть обеспечена зданиями, строениями, сооружениями. Ну и по приблизительным подсчетам сделана такая отсечка минимальная, не менее 2,5 тысяч квадратных метров должна быть такая штука. Соответственно, статус его прислалит Минпромторг. Соответственно, надо аккредитоваться по приказу 2201. Итак, что же по приказу 2201 требуется? То есть, как минимум, как минимум, из четырех существующих типов инфраструктуры или там, скажем так, центров, объектов, да, научно-производственного центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем, у вас должно присутствовать хотя бы два из четырех тех, которые выделяет Минпромторг, да. Минпромторг выделяет следующее. Лабораторийно-исследовательский комплекс или ЛИК, летно-испытательный центр или ЛИЦ, Центр коллективного пользования, ЦКП и иные объекты технологической инфраструктуры, да. Если первые три по названию, собственно говоря, понятны, раскрывают, но мы еще подробно разберем, то иные объекты технологической инфраструктуры должны служить следующим четырем задачам. Подготовка кадров для отрасли беспилотников, соревновательные конкурсные мероприятия, региональные отраслевые форумы, выставки, ну и помощь резидентам для получения различных мер поддержки в рамках нацпроекта беспилотной авиационной системы, да. Это и констанция, и сертификация, и сопровождение, и патентование, и защита, и юридические услуги, и так далее, и так далее. Ну и понятно, что инжиниринговые, технологические, маркетинговые, финансовые, и меры поддержки, финансовые, налоговые и так далее. Итак, мы сейчас будем подробно разбирать эти самые четыре объекта, да. Вот, я буду последовательно по слайдикам идти, да. Соответственно, вот эти слайдики, сразу скажу, эти все фотографии сгенерировали в нейросетках, чтобы нам не нарушать, не делать, так сказать, конфликт интересов, и не нарушать конфиденциальность информации наших клиентов, да. Мы картинки конкретных их проектов выкладывать не будем, мы просто сгенерили в нейросетке шедевру, да, шедевру. Вот, потому что у нас такое правило. Мы никому не продаем и не передаем результаты, ну, конфиденциальной информации наших клиентов, а также их документацию, да. Вот, а когда нам приходится часть документации, разработанной для наших клиентов, передавать органам исполнительной власти или, там, путем участия в каких-то заявках, мы их, скажем так, рафинируем. То есть все существенное, все критичное, чувствительное, щепетильное, да, конфиденциальное, все, что хранится в производственном секрете в режиме ноу-хау или в режиме некоммерческой тайны, естественно, это ничего в конкурсную документацию, передаваемую органам власти, не передается, потому что это никаких гарантий, где это вообще может всплыть, да. Вот, соответственно, а вот уже информация, которая появляется в ходе нашей работы с клиентами, она, естественно, никуда никому не передается. Поэтому, ну, вот еще одна из причин, по которой к нам обращаются наши клиенты, они уверены, что наша информация, мы не торгуем информацией наших клиентов, и она нигде не всплывет. Так вот, значит, с чего мы начнем? Наверное, самый прикладной и интересный с точки зрения, ну, понятно, что интересный с точки зрения творчества-то все, а вот с точки зрения уже, как бы, посмотреть на дело рук своих, да, поиспытывать. Летно-испытательный центр лиц. По сути, это испытание беспилотных летательных аппаратов и связанных с ним систем, да. Значит, из чего может состоять этот самый летно-испытательный центр? Здание-сооружение, да. Понятно, что для взлета и посадки БПЛА некие летные площадки, возможно, препятствия для их преодоления, возможно, какие-то отягощения и создание помех. Потом для наземных испытаний проверок наземно-испытательные комплексы, ну, и некие, наверное, для управления испытателями анализа данных контрольные операционные центры, да. Чем может быть оснащен летно-испытательный центр, да? Во-первых, системы измерения и фиксации показателей, да, как минимум. То есть, система управления полетом для того, чтобы тестировать и контролировать беспилотный летательный аппарат. Тренажеры для подготовки операторов и персонала. Безусловно, система связи для обеспечения связи между наземными и воздушными компонентами БПЛА. Наверное, датчики измерительной приборы, ну, какие могут быть потребуются, что там придется измерять. Ну, наверное, параметры полета, скорость, высота, динамика, наверное, угол атаки, что-то в этом роде, вращение, аэродинамические характеристики. То есть, это какие-то аэродинамические датчики движения и покоя, да. Значит, системы навигации, ну, некие инерциальные навигационные системы, ИНС, GPS-ки для определения местоположения траектории, для анализа, для снятия параметров и, собственно говоря, определение, где, чего, кто находится, чтобы обратная связь была. Ну, понятно, что будет и сам аппарат, и летное поле обвешаны камерой, видеосистемой для визуального контроля и записи испытаний, да, как себя ведет. Вот. Плюс, если испытания, в том числе, в помещениях, да, ну, без разницы, на самом деле. Так, значит, по системам сбора и анализа данных. Ну, некие компьютерные системы для того, чтобы эти данные получить, обработать, проанализировать в ходе испытаний. Ну, и понятно, что программное обеспечение, чтобы моделировать полет, анализировать результат, отклонение от запланированного поведения, да. То есть, вот что-то вот в этом роде, по-любому, должно быть. Персонал летно-испытательного центра. Ну, наверное, инженеры техники, специалисты по испытаниям, которые разрабатывают методику и проводят сами испытания БПЛА. Инженеры по системам управления навигацией, сами операторы БПЛА, некие квалифицированные операторы, которые управляют беспилотниками во время испытаний, да. То есть, ну, и, наверное, они же, эти самые операторы БПЛА, в какой-то степени тестировщики, в какой-то степени и персонал для обучения будущих операторов, да. То есть, кто передает навыки? Летчик-испытатель, да, то есть, в какой-то степени передает навыки. Так, анализы и исследования специалисты, которые занимаются анализом данных, полученных в цифре, подготовка отчетов по результатам испытаний и сравнение с программой методикой испытания, анализ отклонений и так далее, и так далее. И выдача рекомендаций, как это, мы снимок сделали, да, теперь начинаем его расшифровку, что, собственно говоря, произошло, почему такое отклонение, что надо доработать в программе или там в материалах, или в комплектующих, или в агрегате в целом, например, да. Так, чем может комплектоваться летно-испытательный центр МПЦ, да. Ну, понятно, что некий набор запасных частей для ППЛА, аккумуляторы, топливо, расходные материалы, в зависимости от того, что является у нас энергоносителем, да, то есть, по-моему, на себя. Инструменты оборудования, конечно же, для ремонта, обслуживания ППЛА. Безусловно, система безопасности, то есть, некий комплекс оборудования, конечно же, для того, чтобы полет был безопасным и персонал был защищен, не исключая оружие дронобойки, да, для того, чтобы, например, там ППЛАшка, которая вышла из-под контроля, не реагирует на, например, ну, то есть, или вдруг там потерялась связь с базой, кто-то с дронобойкой сможет довести ее до базы, например, да. А если же как бы нет, ну, в принципе, надо, конечно, ее тогда уже тактично уронить, что называется, вот. Вот, чтобы она не причинила вреда ни персоналу, ни никому, да. По площади. Площадь летно-испытательного центра, конечно же, варьируется в зависимости, ну, от проводимых масштабов операций и количества испытательных площадок. Это может быть и несколько гектаров, например, взлетно-посадочный полос, если мы сейчас говорим про базы допыла самолетного типа, да, вот. Либо там вертикальный взлет, если только такого типа. Опять же, от специализации научно-производственного центра будет зависеть, собственно говоря, и требования к площади, да. Наличие, отсутствие наземных испытательных комплексов, административных зданий. Ну, то есть, в любом случае, летно-испытательный центр – это комплексное, не такое такое учреждение, да, обеспеченное современным оборудованием, квалифицированным персоналом для эффективного произведения, проведения испытаний базов, БПЛА, дронов, да. Так, следующий объект – лаборатория.